я люблю античная мебель не люблю стейк с кровью а не люблю а какая больше прожарка средне да там там не кровь там на сок просто знаем нужно чтобы стать мы видели в ресторанах витрина контрастный душ да люблю это на это сильно разнящаяся температура да я люблю особенно люблю после бани в холодную снег или купель купель да снег как бы ну не знаю не пробовал хоть снег вот в купели в холодную да классно и потом обратно быстрых парил очки может быть твердым это опасно можно голова верьте моему опыту что-то может быть еще и в сугробе кстати вела прогулки вела прогулки люблю я люблю а если велосипед есть а локации локации абсолютно разные я кстати люблю крутить педали это очень полезно а вместе с детьми они дали вместе с детьми катаетесь или у тебя спортивная такой история будет нет не спортивная это больше прогулочная с детьми у меня у каждого ребенка свой велосипед и мы когда хорош погода вместе катаемся это очень мило я представил картины круто рассвет а бесконечные репетиции я не люблю но надо потому что абсолютно мое убеждение что если что-то хочешь сделать хорошо нужно к этому хорошо подготовиться потому что тяп-ляп она будет потом выглядеть тяп-ляп и не будет долгоиграющим я думала ты ответишь я полюбил я не люблю я полюбил я могу вам честно сказать что сразу может быть восхищая какой-то вопрос я не люблю фотосессии я не люблю съемки клипов вот это прямо это я не люблю студии то есть я вот потому что как сказать я должен это пойди любить но я понимаю что это так энергозатратно я туда иду как на голгофу каждый раз потому что по что мне сейчас нужно что-то родить и это очень тяжело но в момент когда ты вот когда я иду я это не люблю но как только я начинаю это делать все ты входишь в процесс ты в состоянии потока да потому что его важно поймать иногда у меня был чипа бывает так что прихожу на студию не идет но не идет сворачивая сворачиваюсь и уезжаю ухожу но так невозможно сделать например снимаешь клипа когда 3d к вся команда огромное количество людей а у тебя извините потока не знаешь что дружочек возьми свой поток в руки и сделай организатор вот да вот я вот это потому что такие творческие люди они вот на так они должны в правильном быть состоянии в нужном а иногда людей требуется здесь и сейчас а у меня нет вдохновения а надо поэтому вот и я это все не люблю но надо от профессионального к домашнему готовить еду нет не люблю даже не будем углубляться сюда нет углубись а хорошо а почему так честно я люблю мыть посуду медитативный я вот во время этого думаю так это мне нужно я мой моет к тарелке чем я есть посудомоечная машина но я люблю иногда когда нет времени конечно моет возможно а так я люблю помимо всего прочего вот думать во время процесса мытья посуды то же самое я дико люблю убираться вот для меня это тоже люблю переставить что-нибудь с одной полки на вторую разобрать какие-нибудь вещи я в этот момент понимаю что я успокаиваюсь потому что в принципе очень насыщенная жизнь очень много переездов и стресса и как-то влияние давление на персону так вот в моменты вот такие вот такого уединения я занимаюсь какими-то абсолютно простыми бытовыми делами и методику все под контролем уборки если такое что ты потом наблюдаешь чистоту и наслаждаешься да я здесь не ходить сказки на ночь от детям читаю но сейчас реже сейчас я уже никита почитаю дочке господи сестре сказку ты уже сама же никите конечно я читал сказка разговал на голоса это отыгрывал персонажа конечно отыгрывал более того здесь еще тоже очень важная история я записал несколько аудио сказок для определенных порталов я говорю никит там а не сказку поставь просто скажи чтобы ссылку они просто цифровая вот эта вот платформа чтобы поставила сказку в исполнении папы и вот теперь я так читаем из изумных колонок изящно очень кстати надо взять на вооружение принимать гостей очень люблю но я не но поскольку убирать конечно мыть посуду как раз можно долго надо но я кстати люблю но я я хозяин дикий меня просто даже мне должно быть все правильными манга значит суетишься грима подожди подожди меня тут надо сюда резать там то есть я я люблю когда готовить когда гости приходят ами что-то готовлю безусловно я но все должно быть по правилам люди должны сесть уже на готовый стол когда люди приходят раньше пришли там вот это не порезал это неготовым году успокойся свои игры нет все должны вот чтобы пришли стол увидели красиво вот все а теперь поесть хозяйственность такая представляете как с ним работать до теперь до ужасно это же отлично лучшие результаты мы полагаем если в гостях тебя подгоняют о на работе хорошо дарить подарки сергей да люблю дарить подарки но вообще на самом деле я люблю дарить подарки нужны я вот раньше делал какие-то сюрпризы но пару раз сюрприз делал неудачные вот поэтому отныне я обычно спрашиваю что хотелось бы и мне кажется это правильно и вы тоже самое когда у меня спрашивает чтобы ты тебе хотелось поэтому я я в принципе люблю подарки дарить но нужные скромничают люди когда вещь листы показывают тебе свои некоторые нет а могли бы вам большой привет ребята новый седан хочу себе ну и конечно самое главное говорить о чувствах это надо вообще я считаю что это правильно я люблю говорить и все вообще всегда нужно разговаривать в любом вот в любой ситуации если люди ругаются надо обязательно разговаривать никогда нельзя замалчивать и в себе держать то же самое когда ты чувствуешь что-то обязательно поделись если мне нравится какая-то песня какого-то ав автора либо какого-то исполнителя какая какая выходит я всегда пишу этому человеку в директ даже если его лично не знаю у меня было так несколько с несколькими артистами которых я не знал но мне очень нравились песни я просто писал вау крутой трек это было смотри край брали с мари гу когда-то с джонни то есть просто я просто и все неожиданно вау неожиданно почему неожиданно мне нравится то есть я не стесняюсь этого если там не нравится песня исполнительная всегда об этом скажу и мне кажется это важно делать описал ли ты в личные сообщения фу какая отвратительная у тебя песня нет но мало ли говорить нет потому что во первых это лично мое мнение может быть и она может быть ошибочная а во-вторых я за то чтобы советы давать тогда когда их они как-то спрашивают или просят вот это непрошенный совет хуже всего поэтому если вас не не советуете ничего вот потому что вы советуете со своей колокольни не зная чешой ситуации если спросят советы тогда да давайте а если не спрашивает уже по полной там да там может по сам спросил ну да терпи а если не спросили то есть держите в себе прекрасно спасибо за великолепные взяты все кто нас слышит давайте зафиксируем этот момент как будто бы чуточку ближе к нам сергей лазарев